Добрый вечер дорогие одесситы, в эфире Медиа Информ, у нас вечерняя программа 737-73-10, телефон прямого эфира, вы можете звонить, задавать вопросы. У нас новость, я не скажу радостная или печальная, это как кому, новость связана с тем, что появилась серьезная редакция нашего налогового законодательства и разобраться с этим, что это дает, даст или может наоборот не дать, а забрать у наших предпринимателей, я обратился с этими вопросами к людям, которые компетентны в этой области. У меня в гостях президент всеукраинской ассоциации предпринимателей Эмиль Дэш Борис Александрович, здравствуйте, Борис Александрович, и вице-президент этой же организации Черный Владимир Иванович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чего вы ждали от чиновников в связи с новыми законами и чего дождались в этом смысле? Ну, ждали, как говорят, есть такой чиновник, тоже нам, ну, всем хорошо известный, он всегда ждет покраще. Вот мы ждали, что вообще, то есть после Майдана, после того, после всех этих событий, что наконец-то мы сможем жить лучше, по-новому, и Украина будет процветать. Вместе с ним будет процветать не бизнес, и, соответственно, будет процветать наша страна, но почему-то мы идем каким-то другим путем. Вместо того, чтобы освободить дорогу для бизнеса, для того, чтобы мы могли спокойно развиваться, и как наращивать свои обороты, так же само, как бы увеличивать базу для налогообложения. Этого почему-то не происходит. Ну, я знаю, что на самом деле у чиновников, как вам тоже претензии, чтобы все время, чтобы с вами не делали, все равно пытаетесь не платить налоги. И это, вроде как тотальная уже привычка, за 25 лет выработавшаяся государство в основном живет за счет налогов, который снимает с бюджетников, а в цивилизованных государствах живут за счет налогов, которые они получают со среднего и малого бизнеса. Но вы перед тем, как козла отпущения, вообще говоря, даете, хоть бы бить его, перестали, да? Это получается, что предприниматель всегда во всем виноват, и законы всегда на стороне государства, то есть группы чиновников. Это действительно так, или есть какие-то выходы из этого? Дело не в этом совсем. Это государство, ему интересно так представить, что бизнесмены пытаются уйти каким-то образом, уклониться от налогов. Я такого не знаю, я очень много предпринимателей знаю в Одессе, с удовольствием все выплатили налоги, честно, правильно, но для этого государство должно создать определенный климат определенных условий. Дать какой-то период для развития налогов. Государство идет совсем по другому пути. У меня создается такое впечатление, что государство это не надо вообще, в априори. Я даже понимаю, почему это так. Нужно сначала этот мелкий бизнес укрупнить, рейдерскими захватами отобрать все, что можно отобрать, укрупнить, создать пять домов и брать все с них, делясь, между прочим, да? А мелкий и средний бизнес вообще в такой ситуации подвержены уничтожению. Вот с вашей стороны это скорее вот такой вывод, да? Ну, естественно. Я когда узнал про эти налоги, которые у нас ввели, про эти штрафы, я сразу, у меня первая мысль была о том, что действительно все уже у нас в стране олигархи решили, что малый бизнес никому уже не нужен. Какие конкретно штрафы? Какие цифры? Ну, штрафы вообще, вообще непонятные штрафы для меня лично, для всех предпринимателей. Непонятно, откуда они взялись? Непонятно, откуда такие деньги, чтобы их заплатить? Да, вот просто те зрители, может, не знают, а мы с ним расскажем. То есть, вот как вы себе представляете, штраф, допустим, в 320 тысяч гривен. Это больше 10 тысяч долларов. Но это можно попытаться договориться, да? Я тебя штрафовать не буду, но некую 10% этого. Да, да, да. То есть, проверяющий может прийти к тебе в магазин и… Напугать тебя огромные фигуры. Да, да, да. То есть, понимаете, как, что такое 320 тысяч? Это не допуск до проверки, да? Как мы можем это квалифицировать? Приходят проверяющие. А предприниматели не все знают, то есть, не все читают законы, потому что они выполняют очень много функций. У нас же нет отдела кадров, у нас нет товароведов, у нас много чего нет. Нет угрозчиков. То есть, предприниматели микробизнеса, да, вот, в принципе, вот большинство членов нашей ассоциации, они сами все выполняют. Они сами являются товароведами, сами бухгалтерами, сами отделом кадров. То есть, вот все функции администрирования, да, предприятия выполняет один человек. К вам вопрос. Вот, сейчас секундочку. И еще и изучение законодательства, но не всегда предприниматель, у него есть на это время. И когда приходит инспектор, то предприниматель, слыша о том, что был мораторий, просто-напросто он говорит, что подождите секундочку, у нас же ведь мораторий на проверке. Инспектор может сделать очень просто. Мы вас поняли, вы нас не пускаете, он скажет, ну да, мораторий разворачивается. С вашего позволения, к вам вопрос у телезрителя. Слушаем внимательно, вы в эфире. Алло. Да, я вас слышу, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, здравствуйте. В 2015 году я открыл предпринимательство. Я не работал, а читал, читывался каждый год, а на меня в доходе. И тут слышал о том, что я буду задуматься деньги, даже если я не открывал, лишь суток. Передом, когда был уже этаж, я пришел, и вновь, опять запомнил депутатку. В чем вопрос? На том, что, на годы мы сказали, что вы спешите забирать, запить вам еще не надо, а сейчас пришел, не на этом, не на это, не на это. Ваша организация защищает таких людей? Дело в том, что, согласно закона, то вы действительно должны заплатить. Они же приняли такой закон, что неработающий СПД должно заплатить. Вас просто обманули. Вас просто-напросто обманули. И что с этим ему теперь делать? Закон не на стороне предпринимателя. То есть, если предприниматель платить не будет, то тогда ему насчитают пеню, насчитают штрафы, и все равно будет в судебном порядке. На самом деле, они гонят значительное число населения, гонят фактически в полубомжевое состояние. Это потеря рабочих мест. Это человек, который часть жизни потратил на организацию своего бизнеса, теперь бы остался без него. Теперь он идет куда-то в наймы, охранникам я не знаю кем. То есть, получается, что та часть населения, которая еще совсем недавно могла себя прокормить, еще несколько рабочих мест открыть, теперь потеряла такой возможность. Вы понимаете, что важно? Важно то, что власть, вот этими законами она показывает, что она не то, что не уважает. То есть, ей действительно не нужен вот эта прослойка, вот этот средний класс ей не нужен. То есть, все вот эти законы, которые делаются, они системно уничтожают. И какой вывод? То есть, люди, которые самозанятые, да, то есть, никто из нас не имеет там каких-то огромных доходов. В принципе, что мы не так много себе можем позволить. Но мы сами, мы не благодаря государству, а вопреки вот этим вот законам, мы чего-то добились. Что ваша ассоциация делает для людей, которые оказались под колесами вот этих всей машин? Ситуации разные. И вопросов на самом деле очень много. У нас членов организации тоже много. Каждый вопрос решается, ну, как бы в индивидуальном порядке. Есть вопросы по управлению торговлей, есть вопросы по управлению рекламой, есть вопросы по налоговой. То есть, достаточно. Есть юридические вопросы уже с... А вот эта идея, которую Саакашвили распространял относительно единого окна, с этим куда-то вы продвинулись? Или он уехал? Единое окно есть, оно и было. То есть, Саакашвили, ну, я не хочу, мы политикой не занимаемся, но... Он тоже. Вот, да. Вот мы не занимаемся политикой. Ладно. То есть, единое окно, как было, так и есть. Но, опять же, да, то есть, опустим. Политикой мы не занимаемся. То есть, упростить ваши процедуры не получилось? Нет. Нет. Ну, как бы, вот с городскими властями у нас более-менее диалог есть. Сложно. Бывают конфликтные ситуации. Их очень много бывает. Вот. Но, по большому счету, мы находим. Находим какие-то точки. Хотя, хотя с трудом. Вот. Но находим. Так, скажите, вот вы говорите, вы не касаетесь политики. А завтра выяснится, что вы нужны вашим начальникам. За них надо голосовать. Они придут к вам и скажут, там... А у нас начальников нету. Я говорю, не ваших начальников, а начальников, которые ведают вашими деньгами, да, как бы, вторгаются в вашу жизнь, требуют вот за это, то проверками вас огорчают. Ну, я вам так скажу, что по поводу вот того, что вот принят такой закон, да, вот по повышению минимальной заработной платы, отсюда потянуло штрафы, отсюда потянуло малый бизнес. Вот мы на прошлом эфире были, я объяснял. То есть, по большому счету, никто из предпринимателей не против заплатить налог. Никто не против. Мы против того, что администрирование вот этого налога, оно очень сложное для нас. Поэтому, не разработав какой-то системы, по которой малый бизнес может спокойно работать и платить налоги, вот такие действия, да, еще повышать нагрузку, помимо того, что мы должны заплатить, мы должны еще и заняться, опять же, администрировать, еще потратить наше время. Вот мы против этого. Вы сначала подумали, нужно сначала разработать систему. То есть, они в конечном счете увеличили вероятность вот... Оштрафовать коррупцию, да? То есть, возможности, они увеличили возможности, да, вот коррупционную составляющую. Грубо говоря, да, просто увеличена коррупционная составляющая. То есть, теперь от них просто нужно откупиться, чтобы... Когда тебе придут, при всех вот оформленных сотрудников, когда ко мне можно прийти, и есть четыре пункта, по которым меня сто процентов оштрафуют, и у меня нет времени на то, чтобы это сделать. Это 12... И 3200 – это минимальный штраф, вот 12800 – это я могу заплатить. Вот, Борис и Владимир, скажите, пожалуйста, вот у вас много коллег, вы же общаетесь между собой, которые после вот такого очередного налогового поступка, фактически просто бросили все к чертям, продали свой бизнес, уехали куда-то. Мы не собираемся этого делать. Мы, я не говорю, о вас лично, мы шли в потере нога. Есть такие, которые закрываются, и просто им неинтересно это. Но, посмотрите, есть люди, у которых что-то за... Есть какой-то бизнес. То есть, бизнес – это по-любому какие-то вложения, и не каждый человек может взять, к примеру, и закрыть свой бизнес, ему приходится по-любому как-то подстраиваться, что-то делать. Но мы тоже не собираемся сидеть и смотреть, что вот эта вот ситуация, вот сейчас вот, которая создалась, просто... Ну, хорошо, появляется, что я могу так говорить. Ребята, помогите мне материально и организационно попасть в горсовет, это Марию Верховную Раду, и я тогда ваши интересы могу присоединиться. Но такие люди появлялись. Появляются, да, периодически. Ну, естественно, да, нам приходят такие... Но мы, честно говоря, мы... Мне приходят за деньгами или приходят за поддержкой аморальной. По-разному. Ну, деньгами мы вряд ли поможем. Наоборот, наоборот. Да, да. Приходят за тем, чтобы вот, зная, что в нашей организации большое количество людей, вот, чтобы мы выходили в их поддержку, чтобы собирали, допустим, вот наших предпринимателей для того, чтобы прорекламировать того или иного кандидата. Такое вот и такие к нам предложения есть. А коррупционная составляющая, она ведь может выражаться не только в том, что взятки берут или требуют какой-то бзды за помощь. Они могут состоять просто в том, что они могут применить закон, а могут его истолковать так, как им нравится. Диапазон этой коррупционной составляющей, видимо, меняется в связи с теми законами, которые они сейчас принимают. У них возможности расширены в отношении вас, а это значит, что у вас вероятность рейдерского захвата какой-то части вашего бизнеса или имущества тоже возрастает. Ну, какой-то абсолютно всей, потому что ФЛП, ФОПы, они отвечают за, то есть несут ответственность всем своим имуществам, движимым, недвижимым. То есть, если у меня вот мой магазин, да, не стоит 320 тысяч, а стоит там, допустим, 200, его оценивают, то 120, ну, то есть на 120 надо продать квартиру и рассчитаться, или продать машину и рассчитаться. То есть, вот вопрос-то в этом. И поэтому вот мы видим очень большую, ну, то есть напряженность в обществе и в Одесском регионе в целом, и, скорее всего, что акции протеста неизбежны. Вот мы были, недавно был съезд, всеукраинский съезд предпринимателей, и мы как раз вот по этому вопросу в Киеве, да, мы обсуждали. Была создана Рада предприемцев, всеукраинская. Прошли акции протеста в 10 городах одновременно. В областных центрах, да. Да, в областных регистрации, да, 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 да. И вот эти вот акции, они будут продолжаться. И не исключено, что предприниматели с каждого города поедут в Киеве. Хорошо, я с другой стороны как бы заехать хочу. Скажите, пожалуйста, а не возникали ли у вас такие представления, что если бы вы или вы лично могли присутствовать в тех комиссиях, где разрабатывается этот закон, то вы-то там бы своего не упустили. То есть вы бы отбили интересы предпринимателей. Не кого-то оплачивать, кто будет вас представлять, а самим пойти в какие-то временные органы, в органы местного самоуправления, занять там какую-то позицию, несколько месяцев или там полгода, поработать, чтобы просто им мозги поставить на место. Вот, да, да. Сами пытались? Была такая идея? Вот мы, у нас она есть, мы написали, ну, как бы, пишите письма, мы написали везде письма, вот, ответов пока нет, но я думаю, что вот когда будут именно, ну, я не знаю, как реагировать. Совет предпринимателей, вот та организация, в которую вы входите, выдвигает своего кандидата на ближайших выборах в таком-то округе и просит всех предпринимателей города Одессы поддержать эту инициативу, не в нем личное дело, а в том, что вы ему просто доверяете и хотите, чтобы ваши интересы в связи с новыми такими вот всякого рода обложениями, да, кто-то защищал компетентный, кому вы лично доверяете. Был такой разговор, вы пытались ворваться, потому что я не пытаюсь толкать вас в политику. Вопрос в другом. Мы, допустим, мы очень часто присутствуем, но мы на, понимаете как, то есть мы, то есть мы находимся в основном в Одессе, и поэтому вот городские процессы, мы в них, как бы, участвуем. Вот мы часто бываем на комиссии по предпринимательству, вот, у нас сейчас вот включают в общественный совет при налоговой, одесской областной, то есть вот то, что происходит в городе, да, мы как-то еще можем что-то влиять, но на такие процессы, как вот принимаются в общественном советом, да, то на уровне города мы влиять не можем. Если можно, для наших телезрителей еще отдельно скажите, кроме вот этого штрафа немыслимого, напомните я эту цифру, какие еще законы, вот они приняли, те, которые вы просто не знаете, как продолжать бизнес? Просто перечислите. Вот эти последние две-три позиции. Вот, допустим, смотрите, то есть, как бы, ну, по штрафам, там еще есть 96 тысяч, это за неоформленного сотрудника, да, то есть тоже откуда такая, 100 тысяч гривен вообще, как можно такой штраф вообще, ну, придумать? Ну, то есть это немыслимо. Экономически это необоснованно. Да, откуда взялась эта цифра? Мы понимаем, конечно, да, не платить налоги, это плохо, это, это естественно, наказывать надо за это, но, ну, штрафы непомерные. Вот, допустим, если, ну, вот как вам, вот, допустим, вот есть такой вот, вот все там, ну, не знаю, там борются, но надо не бороться помогать, да, вот, с незаконной торговлей, да, вот, то есть, ну, выходит, там, с колхоза приезжает, допустим, какой-то там мужик с мешком картошки, да, положил мясо на поле, вот он торгует. У него штраф 17 гривен. А я, допустим, да, вот у меня магазин, я плачу налог как предприниматель, я плачу аренду, я плачу свет, я покупаю товар, продаю его, и, допустим, даже с кассовым аппаратом, в магазине без кассового аппарата невозможно быть. Вот, и, допустим, вот я сегодня взял девочку, вот у меня заболела, взял девочку на замену. Ко мне придут, и меня штрафуют на 96 тысяч. Вот разница есть, человек вообще ничего не платит, никаких налогов. Приехал просто, поторговал и ушел. Заплатил милиционеру там и ушел. И человек, который платит, вот у него такая ситуация. Его штрафуют, и никто не будет разбираться. Вот весь этот перечень, вы кому-то из начальников, из чиновников можете выложить на стол, типа, что вы делаете? Говорит, а я тут ни при чем, это в Киеве решили. Да. Это в руководной ряда. Да. Я буду просто исполнять это. Так и не отвечаю. А в принципе, к налоговой, какие могут быть вопросы? Это исполнительная власть. Они исполняют то, что принимают вот эти вот наши любители яхт, офшоров и всего остального. Которые туда пробились, нарушая все законы, и теперь они правят бал. Да, да, абсолютно верно. Очень интересно. Но при этом, при всем, вы говорите так, что участвовать в всяких событиях, связанных с выборами и представительной властью, вы не будете и не намерены. Не намерены. Пускай вас защищает тот, кто... Знаете как, у нас есть вот позиция в отношении того, как должно быть. Вот сегодня была, кстати, презентация, прижалили Ассоциации налогоплательщиков. Приезжали к нам в Одессу. Вот мы с ними очень тесно сотрудничаем. И предлагали либеральный налоговый кодекс. Вот нам очень нравится, как то, что они прописали, то, что они предлагают. Они очень четко разделили понятие микробизнес, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. То есть, и каждая категория имеет свое налогообложение. Это проект? Да, да, да. Они планируют его к 1 августа 2018 года. А то, что вы сейчас рассказали, эти законы, они уже приняты, они уже действуют с процентами. А, это да. Вот это, что мы говорим, да. Как давно это произошло? 27 декабря, ночью, ночью, перед Новым годом, было заседание, они приняли этот закон. И с 1 января он вступил в действие. С 1 января. Понятно. Много оштрафованных по этому закону среди ваших коллег? Значит, среди наших коллег нет. Я знаю, вы на Франковске уже первый штраф выписали. На 320 тысяч. И вот вопрос, кто следующий? Ну, а следующий? 320 тысяч гривен. Это за то, что не допустил к проверке? Да, да, не допустил до проверки. А это же можно трактовать по-разному. Это же тут, когда у проверяющего… Они против вашей воли выталкивают вас все-таки в какую-то социально-общественную деятельность. Я не скажу политическую. А все-таки в какие-то акции, да? Все равно что-то делать надо. Писать письма, требовать от них, крести. Сейчас, я не знаю, мне кажется, предприниматели не глупые люди. Ну, не глупые люди. И я понимаю, что все понимают, все предприниматели, в конце концов, которые занимаются бизнесом, малым бизнесом, для которых этот закон непосредственная угроза, они все понимают, что что-то надо делать. И я уверен, что если будут какие-то акции протеста, то все предприниматели к ним присоединятся. Это очень большое количество людей. Поскольку так или иначе эти акции протеста и их инициаторы бывают здесь за этим столом регулярно, вы можете просто обращаться ко мне, я вас могу сводить. Если у вас их недостаточно, у меня их очень много. И они все ищут связи. Речь идет не о материальной поддержке. Речь идет о том, что вас просто должно быть больше. И вы должны быть разными. Вы должны атаковать существующую вот эту новую систему с разных точек. Но при этом действовать по единому плану. Дело в том, что мы, находясь в Киеве на съезде предпринимателей со всей Украины, в принципе, там присутствовали все самые крупные организации, представляющие малый бизнес. Ну и не только малые, там и аграрии были, и многие другие. И, в принципе, на этом собрании мы пришли к такому выводу, что молчать мы не будем. И мы будем организовывать вначале каждый город, каждую область в своем регионе акции протеста. Потом мы будем общую акцию протеста в Киеве против этого законодательства. Потому что это реально тот закон, по которому предприниматель оказывается просто в заложниках. И просто на него, как правильно сказать, на него, ну это для него смертельно. Тут очень важно, что дальше. Для него смертельно. А перспективы какие дальше? Дальше вот там кричат, что будет уже 5 тысяч. Соответственно, недопуск до проверки будет уже 500 тысяч гривен. То есть штрафы тоже пропорционально будут возрастать. Дальше отменить упрощенку. Вести везде кассовые аппараты. А опять же, да, вот когда был бум с этими кассовыми аппаратами, то мы всегда говорили, мы не против кассовых аппаратов. Вот каждый бы поставил себе кассовый аппарат. Но опять же, вопрос с администрированием. И вот это самое главное. То есть ты поставишь кассовый аппарат, а потом тебя за него будут штрафовать. Зачем мне покупать такой прибор? То есть на самом деле нельзя сказать, что это несовершенство системы. Это фактически неквалифицированные люди, которые занимаются разруливанием серьезных экономических проблем. Это скорее всего, что это просто популизм. Все говорят о том, что малый бизнес основы экономики. Мы будем его поддерживать. Но я не знаю, с какой они стороны его поддерживают. Наверное, поддерживают со стороны дна. Я приглашаю вас новые все факты по этому направлению. Сообщайте, и я с удовольствием с вами встречу сделаю это более-менее гласным. Об этом нужно говорить, к этому нужно привлекать заинтересованных лиц. И нужно сделать так, чтобы те, кто в этом виноваты, могли за это отвечать. Понимаете? Потому что те, кто принимает законы, которые противоречат нормам жизни и деятельности, основы основ предпринимателей, людей, которые занимаются созданием рабочих мест. Но этот закон – инициатива Кабмина. Это Кабмин инициировал этот закон. Вот этот закон – это не какой-то депутат, это именно Кабмин. Ну, судя по всему, там тоже ротация намечается в ближайшие годы. Ну, дай бог. Дай бог. Спасибо за то, что у нас побывали. Время передачи, в общем-то, истекло. Значит, пожалуйста, не скромничайте. Звоните, появляйтесь с удовольствием. Дам вам еще возможность высказаться и обратиться, если будут какие-то новости по этой тематике. А у нас в гостях был Владимир Черный и Борис Эмельдеш, которые являются руководителями Ассоциации профессиональных предпринимателей Украины. И работают наши земляки одесситы. Спасибо за то, что вы у нас были. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!